То, что раньше называлось оладьями, в школьном меню теперь именуется новомодно – панкейками. Сегодня они подаются здесь впервые, вдобавок к привычной каше. В столовой 130-й школы Барнаула говорят, рацион формировали, исходя из мнений самих детей и, конечно, родителей. Мы делаем гренки с супом. Просто вроде бы ничего сложного, правда? Дети называют их кирешками. Для них это более приемлемо, и они уже в школу бегут, сегодня кирешки давали. Точно так же, как сегодня мы даем оладушки, для ребятишек это панкейки. Поели с удовольствием. Общественный контроль, в составе которого родители, представители городского комитета по образованию, депутаты и общественники, может не только оценить визуально, что в тарелке у детей, но и продегустировать. Общественники могут разговаривать и с представителями КШП «Глобус», с представителями столовой непосредственно, с поварами. То есть у них есть доступ поговорить, из чего готовится эта пища, когда поступают продукты и так далее. То есть, в принципе, в ходе общественного контроля задаются всевозможные вопросы, на которые, естественно, получают ответы. В сентябре прошлого года общественный контроль в еженедельном режиме посетил уже 17 школьных столовых. Как сообщают в городском комитете по образованию, это позволило снизить количество жалоб. Ведь в случае необходимости родители могут оставлять замечания и предложения по поводу организации и качества питания своих детей. Понятно, что это не кафе, не ресторан, это столовая школьная, и там соблюдены все нормы, по которым делается еда. Поэтому, ну, все свежее, все как положено, по нормативам, все едобно и вкусно. Сегодня общественный контроль проходит не только в школах, но и в дошкольных учреждениях. Еженедельно проверяет по одному детскому саду в каждом районе города. Анна Рашагирова, День с толком.